Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Интервью с президентом Западной Армении Арменаком Абрамяном. Церковь Святого Саркисов Тиграна Керти бросила вызов геноциду. Азербайджанцы открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям Гега Куники, Министерства обороны. Азербайджанцы вывезли скульптуры в парке Шушинского музея изобразительных искусств. Открытие археологами места Ноева Ковчега вызвало ажиотаж. Армянский камерный оркестр дал концерты в Объединенных Арабских Эмиратах. Поддержим государство на телевидении Западной Армении. Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян рассказал по телевидению Западной Армении о 101-й годовщине Северского договора. Проанализировал ключевые и наиболее важные пункты договора. Коснулся Лозаннского договора и широко распространенного мнения, что Лозаннский договор положил конец выполнению положений Севера. Вы можете посмотреть полное интервью на нашем YouTube-канале. Церковь Святого Саркиса, построенная в XVI веке в городе Тигранакерт Западной Армении, использовалась как склад во время геноцида против армян, а позже была обривающена в рисовую фабрику. Спустя годы после того, как фабрика была построена, оболочка начала разрушаться и сейчас находится на грани исчезновения. Церковь разграблена, многие камни украдены, делается всё, чтобы стереть её из истории. В которых проживали Ассирийская, Арамейская, Урардская, Персидская, Македонская, Сельджукская и многие другие цивилизации. Одним из уцелевших святилищ является церковь Святого Саркиса, история которой насчитывает 500 лет. Церковь в историческом районе Сур борется с обрушением. Хотя многие камни, вырезанные или украшенные внутри её стен, были украдены или удалены, церковь полна решимости противостоять культурному геноциду и войне. Настолько, что ей удалось выжить, несмотря на разрушения, нанесённые государством в районе Сур. И несмотря на все разрушения, храмовая скиния, баптистерия и притвор по-прежнему представляют собой уникальную архитектуру. 13 августа с 22.00 до 22.40 части вооружённых села Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенный на участке Гегархуника армяно-азербайджанской границы. Огонь противника был подавлен ответными действиями. С армянской стороны жертв нет. По состоянию на 23.00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная. После оккупации Шуши вооружёнными силами Азербайджана экспонаты парка скульптур Шушинского музея изобразительных искусств были демонтированы и вывозены. Как сообщает Армен Пресс, об этом предупредила организация «Кавказское наследие». Организация опубликовала спутниковые фотографии, сделанные 10 апреля и 5 июня, где, похоже, в отличие от первого снимка, 51 скульптура на втором отсутствует. Сохранение «Кавказского наследия» связано с состоянием этих произведений и искусства, находящихся в собственности музея. Защита «Кавказского наследия» призывает власти Азербайджана сообщить о местонахождении конфискованных скульптур и сообщить им, как они будут обеспечивать их гласность, говорится в сообщении организации в Facebook. Обнадеживающие события происходят на горе Арарат, где приземлился Ноев Камчек. Археологи, работающие на этом месте, нашли останки возрастом более 7000 лет. Недавнее открытие исследовательских групп «Кавказского университета» ещё раз показало важность 7000-летней жизни на горе Арарат, где был обнаружен корабль. Руководитель исследовательской группы доктор Айхан Яржель, преподаватель «Кавказского университета» рассказал следующее. Инструмент, который доказывает, что жизнь в этом регионе существовала 6500-7000 лет назад. Это последнее открытие показывает, что история города Догубая-Зетт начинается более чем 6500-7000 лет назад. Государственный камерный оркестр Армении даст пять концертов в Объединённых Арабских Эмиратах. Как сообщает Армен Бресс, об этом сообщает Национальный центр камерной музыки. 10-11 августа оркестр дал концерт в Великолепном Дубайском оперном театре. Концертные дирижёры Эрст Вантиль и Стив Сидвелл. В программе концерта саундтрек к известному фильму «Джокер», а также симфонические шоу-программы «Абба», «Диско» и «Вест-Энд». Следующий концерт оркестра в Армении состоится 9 сентября. Уважаемые подписчики, граждане Западной Армении, патриоты, государственное телевидение Западной Армении обращается ко всем вам. Мы не занимаемся саморекламой, а представляем нашу историю, нашу культуру, неизведанные и знаменитые уголки нашей Родины. Сейчас, как никогда, нам нужно национальное единство создания нашей национальной повестки дня. Цель всех нас – увидеть свободную, независимую, единую Армению, маленькую ячейку, которой мы несем. Финансовая поддержка каждого из вас станет залогом того, что вы сделаете шаг вперёд и внесёте большой вклад в состояние нашей Родины. Наша борьба продолжительная и непроста, но результат, несомненно, будет победным. Вместе мы можем сделать больше. Дарю для вас Ранушка Азарян. Ичав мармант и рекун. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Продолжение следует...